Привет, друзья! Рада поделиться с вами приятной новостью. У нас в семье пополнение. Неделю назад я родила маленькую девочку, которую мы назвали Эмилия. И в этом видео покажу вам, как проходил процесс всех моих родов, начиная с схваток до родов и потом уже наше время в больнице. Приятного просмотра! Утро началось с необычных ощущений и чувствую, что сегодня по ходу дела поедем рожать. Проснулась я с чувством, что как будто бы какая-то жидкость выделяется. Пошла в туалет, поняла, что она светло-розового цвета, но как бы в целом просто тянет живот, как данный месячный обычный. В принципе, это чувство мне знакомо. Так начинаются... Господи, помню по-немецки, забыла по-русски. Представляете? Ну, типа схватки, пазы вы такие, да? Легко тянущаяся боль такая. Малышка затихла. И мне кажется, что все это предвещает то, что сегодняшний день будет очень насыщенным. Буду вести этот дневник и беру вас с собой, естественно. Хочу запечатлеть это все для того, чтобы потом это осталось в памяти. Потому что первые роды я была... Ну, во-первых, это была ночь. Роды начались в 12 ночи. Ну, вернее, воды отошли. И родила я только на следующий день в 5 вечера. Вот, посмотрим, насколько первая беременность и первые роды отличаются от вторых. Поедем мы в ту же клинику. И хочется как можно больше все это документировать для того, чтобы запечатлеть это все для своих воспоминаний. Вот, потому что, да, в первые было вообще не до этого. Потому что ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты боишься. Вот. Сейчас ситуация следующая. Я как только поняла, что какие-то не те выделения. Позвонила мужу. Где-то... Сейчас, наверное, где-то времени 10 утра. Он приехал минут 15 назад. Позвонил в страховую, уточнил у нас дополнительные. То есть, у меня есть страховая, которая обязательная. Есть еще приватная страховка, которая должна покрыть мне, во-первых, отдельную палату личную. Она должна покрыть мне еще услуги главврача. Чтобы главврач принимал роды. Но в этой клинике главврач мужчины, честно говоря, не очень бы хотелось. В прошлой роду у меня были 3 женщины. 2 врача, 1 акушерка или хибама. Хибама, в принципе, принимала у меня роды. Врачи, так по-моему, были так рядышком, наблюдали, по-моему. Насколько я помню. Потому что в состоянии, когда у тебя такое, что ты особо даже по сторонам не смотришь. Я как-то сфокусировалась на одной вот этой хибаме. Этой медсестре, которая, в принципе, меня все роды и сопровождала. Поэтому там какие-то люди приходили, уходили. Посмотрим, как это будет происходить в этот раз. Очень интересно. Ну что, ребята, время половина второго дня. Просто прошло времени уже куча. Муж приехал с работы. Мы попили кофе еще раз. Я собрала все вещи еще раз. Покормила малышку. А! Попросила его выдвинуть мне холодильник, для того, чтобы я могла помыть там нижнюю часть. Потому что вот где вот обычно фрукты, овощи складывают. В общем, я не могу вытащить этот пластиковый контейнер. Потому что там дверка мешает, за то, что очень узко. И нужно выдвигать холодильник. Помыла холодильник. Успокоилась. Вот. Покормила малышку еще раз. Отправила их с отцом на прогулку. Сейчас она должна уже спать. И она отправится к бабушке. Вот. Мы ее сонную переложим к бабушке спать. К маме мужа. И вот я лежу. Сейчас смотрю одну блогершу, которую очень люблю. И она рассказывает про стейро и роды. Что они были очень такими легкими. Настраиваюсь. Но пока только тянущая боль. Чувствую, что немножечко выделяется какая-то водичка. Но прям по чуть-чуть. И прям схваток я пока не чувствую. Время 3 часа дня. Я ничего не ела. С самого утра боялась. Думала сейчас разжать. Должен быть желудок свободный. Кишечник и так далее. Ой-ой. Ой-ой. Аж больно стало. Как чихнуло. Лучше я не выдержу. Я уже съела 2 маленьких шоколадочки. Поняла, что надо салатику хотя бы что-то. Ребятки, тут у меня все, что осталось в холодильнике. Все нарезала. Сейчас поем. Короче, коротко о том, какие у меня ощущения. Тянущаяся боль, как при месячных. Вот такая. Комфортно на самом деле. Жить можно. В прошлый раз, мне кажется, я такие чувства испытывала. Вот где-то было 6 утра. В 2 приехали в больницу. Меня отправили гулять по городу. Нас отправили по ночному. И вот мне кажется, когда я чутка расходилась, вот я примерно такие же чувства испытывала. Но все, я уже чувствую, что вот все, пошли схватки. Они просто не интенсивные. Поэтому я не парюсь. Даже дома ехать, наверное, на машине минут 15. Так что я не волнуюсь. Я очень спокойно. Единственное волнуюсь, что я покушаю. Не хотелось бы какой-то неловкой ситуации во время родов. Но надеюсь, я успею еще это все переварить. Вот до того, как малышка решит уже выходить. Ну, я очень головано. Хочу есть. Вот решила салат в крыльях. Потом еще яблоко съем. Вот что-то такое, что легко, быстро переваривается. Вот, потому что с утра я проснулась. Я поела немножечко такого рулета. Да, ладно, мама. Нам еще вчера мы были, день мамы. Мы были у нее в гостях. И она нам с собой дала маковый такой рулетик. То есть я с утра вот кофе с рулетом. И все, больше ничего не ела. Я очень боялась. Но сейчас уже реально столько времени прошло, считай, с 8 утра. Сейчас 3 часа дня. И я столько времени ничего не кушала. И думаю, надо поесть чуть-чуть, чтобы у меня энергия появилась. И не болела голова. Вот. Я покушала. И меня стало клонить в сон. Поэтому я решила, что я немножко вздремну. Время у нас сейчас где-то, наверное, 4 час. Сейчас скажу вам точно. Ровно 4. 4. 0.1. 16. 0.1. Время. Как бы уже. Ну, есть вот эта тянущаяся боль, как при месячных. Но она, как бы, терпимая. Ну, вот хоть у меня просто сегодня первый день месячных. Такое ощущение. Ладно. Я сейчас думаю, может, зря я себя колотом нырить начала. Надо было еще что-то покушать. Ну, подрывно. Сейчас посмотрим, что будет. Девочки, не знаю, смотрят ли меня мальчики. Всем привет. Время пол, пол восьмого вечера уже. И у меня какое-то затишье. То есть у меня были схватки каждые 10 минут. А где-то 30 секунд я замеряла. И сейчас такое затишье, упугающее. Вот. Ой, я так рассказала. Погодите, схваточка. Что сказать. Стали уже, конечно же, эти схватки. И уже более чуть-чуть, такими ощутимыми. Все. Теперь я уже чувствую. Это не очень приятно. То есть если я до этого спокойно могла, ну, не останавливаясь, что-то вот лежать, там смотреть дальше, как-то так, ну, спокойно это все проживало. Сейчас уже легкая боль. Но мы где-то минут 40 назад звонили в родильное отделение. Вот сказали, что вот последний час было 6 схваток. Каждые 10 минут по 30 секунд я засекала. Скачала сейчас все приложения. Вот. И медсестра, которая принимает, я так думаю, звонки, ну, скорее всего, медсестра, она сказала, что это вообще ни о чем не говорит. И если, ну, как бы я могу терпеть еще эти схватки, то можно оставаться дома. И как только схватки станут, ну, там, не такими терпимыми для меня, то можно ехать, в принципе. Вот. Тоже посоветовали, что если хотите, можете набрать ванну. Но мы с мужем решили ванну не набирать, потому что это, наверное, уже будет такое отдельное видео, когда я буду сравнивать, ну, как прошли первые и вторые роды. Ну, в общем, в первые роды уже в родильном отделении для того, чтобы уменьшить боль, на полтора часа у меня сажали ванну в теплую. И за счет этого у меня очень быстро прошло раскрытие и очень стремительно начались роды. То есть у меня за полтора часа в ванной на 5 сантиметров сразу же раскрытие пошло. Вот. Ну, я говорю об этом, наверное, поподробнее. Я расскажу, там, первые как роды проходили коротко для того, чтобы можно было сравнить. Но пока, в общем, мы решили пока без ванны. И все-таки вторые роды, говорят, проходят обычно быстрее. Поэтому как-то, не знаю, я переживаю, как бы потом доехать до роддом, потому что я до этого все не переживала. 15 минут там нам ехать. Я как бы типа все знаю, ощущения уже все знаю. То есть я заранее знаю, что если, дай Боже, я надеюсь вообще, что не будет, ну, что все будет хорошо. И как в прошлый раз, я тоже буду без эпидуралки, без обезболивающего. В принципе, вот благодаря ванне я нормально проживала все эти схватки. Ну, как, мне уже было под конец плохо, больно. Но как бы жить можно. Это та боль, которую, в принципе, можно пережить. Вот. Как-то вот сейчас, в принципе, вот последняя схватка была такая ощутимая. А я все это время, последние, наверное, 3-4 часа, смотрю разные влоги родов. Не знаю, вот муж зашел такой, говорит, зачем ты это смотришь? Но на самом деле, вы знаете, может быть, кто-то сейчас тоже находится в таком положении. Это так прикольно, когда, ну, ты чуть-чуть забываешь что-то, да. Я уже 2 года назад все-таки родила чуть больше процессы, этапы. А так смотришь, вспоминаешь, думаешь, о, точно, у меня вот так было, точно. И вот так было. В принципе, не то, что забывается, а почти, что все помню. Ну, как будто бы так вот легче, потому что ты смотришь, что человек на другой стороне экрана через сколько примерно. Вот сейчас я последний влог смотрела. Девушка-то рода в Германии были. И она родила за 2,5 часа. У нее это уже третья беременность. Вот. Но я смотрю, у нее младшая дочка. Ей где-то она еще в садик ходит, да, там ей лет 5. В принципе, уже такой промежуток это большой. У меня все-таки всего лишь с последних родов 2 года прошло чуть больше, да. И в принципе, то есть мне надо понимать, как только эти схватки станут болючими, у меня где-то есть 2-2,5 часа. Это я сейчас так себе приметила, потому что вот последние несколько родов, что я смотрела, влогов с родов. И там, в принципе, все девушки были, ну, как они рожали первый раз. И вот только второй сейчас, второй влог я смотрела, где уже это были не первые роды. И все-таки, да, говорят все, что они намного быстрее. Посмотрим, как будет у меня. Но сейчас я так прикидываю, что у меня как бы водичка так чуть-чуть стала потекать. Там, да, это было где-то в 8 утра. Сейчас в 8 вечера. То есть вот эти 12 часов, когда все это медленно идет, потихонечку. И в принципе, как у меня в первых родах было, что где-то через 12 часов началась вот уже прям такая жесть. И я помню, как я запросила уже обезболивающее. Но история была интересная. Потому что, когда я приехала, блин, я хотела отдельное видео снимать. Но думаю, вдруг не получится. И на всякий случай оставлю это сейчас. Потому что я сейчас еще могу нормально говорить и рассказывать. В общем, получилось так, что когда мы приехали в роддом, Мы вообще изначально, я настраивалась на эпидуральную анестезию. И в начале, когда вот уже, я говорю, прошло 12 часов, с момента, как мы приехали. Я такая, я не спела всю ночь. Короче, вообще у меня пробка просто выстрелила. Выстрелила около 12. Был вот такой, знаете, вот такой. Вот, ну, звук. Вот у меня, я, конечно, шутила. Я говорю, вот у меня лямка на трусах хлопнула. И потихонечку начала течь вода. У меня было представление, что вода отходит, как в кино. Знаете, как будто типа из театас такой. Ведро воды вылилось. Но в реальности, сколько я сейчас опять влоге смотрю. Ну, как правило, ну, вода идет, но не так, как в кино это показывают. То есть, ну, она отходит, но понемногу. Вот. И я помню, что я так не спеша пошла там, помыла на кухне все, что, что-то лежало, убрала все. Включила посудомойку, сходила в душ, все там подготовила, ножки побрила. Дособирала вещи, что-то еще нужное положила. То есть, мы так позвонили не спеша, доехали. И помню, что где-то там, пока мы там заполняли документы, пока мне КТГ вот это сделали, пока сделали УЗИ. Все так вот не спеша, не спеша. И потом, помню, в 4 ночи мы приехали где-то там в час, может, полвторого. В 4 ночи меня отправляют, говорят, у тебя раскрытие сантиметр или два. И отправляют по ночному городу гулять. Муж такой, ой, класс, пойдем прогуляемся заодно до банкомата. Я сниму наличку на всякий случай, потому что роды у нас были партнерские. И мало ли нужна была наличка, я не знаю, там в моменте оплатить еду какую-то или что-то заказать. А у нас была только карта. В общем, решили перестраховаться и снять какую-то сумму. Мало ли, вдруг вот именно нал потребуется. В общем, мы по этому городу гуляли. Я помню, это же я родила в 19 января. Крещенские морозы, можно сказать, были, хоть мы и в Германии находились. И, в общем, было прохладненько прилично. Плюс у меня еще как бы текло все. Потому что, потом может покажу вам, там дают такие одноразовые трусики, в которые можно подложить такую широкую прокладку. Но она без клейкой такой основы. Соответственно, она не приклеивается к этим трусикам. Она так двигается. И я все равно помню, что это не очень комфортно. В прошлый раз я приезжала уже на роды с взрослыми памперсами. И вот на самом деле это классная вещь. Если воду потихоньку отходит, в памперсе намного комфортнее. Потому что он как-то все собирает, удерживает эти вот такие большие прокладочки. Ой, опять такая болючая. Короче, в общем, в прошлый раз она прям вся мокрая была. И я помню, что холодно. И я уже мужу говорю, все, пойдем обратно. Мне холодно. И мы вернулись. Нам сказали два часа гулять. Мы вернулись через час. Там мы вернули по ночному городу круги. Вокруг больницы. Вернулись. Плюс я рожала во время короны. Вообще, по идее, на улицу выходить было нельзя. Но так мне надо было расходиться. Нас снова пустили. А так, по идее, ты должен, если бы это был день, были бы люди какие-то, где мы могли с кем-то сконтактировать. Надо было бы повторно делать тесты на корону. И мы уже, помню, даже не выпускали. То есть ему сказали, все, заходишь. На три дня ты с нами. Если решишь выйти, то как бы сори. Там, по-моему, подразумевается один бесплатный коронатест. А потом надо было там экстра платить, по-моему. Короче, это сейчас к делу не относится. Суть в том, что помню, что мы в пять, там, пол шестого прошли. Сказали, все, мы не можем. И она тоже смотрит. Раскрытие было там сантиметра два. Мне говорят, тебе надо лечь, отдыхать. И вот с там шести утра до часу где-то я находилась в родильном отделении. Нам просто постелила там медсестра. И мы с мужем вдвоем спали на месте, где потом я рожала. Там такая широкая кровать была. Не знаю, как в этот раз. Но я рожаю в этой же клинике. Интересно будет сравнить, в какое родильное отделение мы попадем. В какую палату. Потом все сравним с вами. Я найду старые видео. Муж там что-то снимал во время тех первых родов. Вот, может, удастся нам сравнить. Ну, в общем, получилось так, что до часу я просто, можно сказать, лежала. Периодически ко мне приходила куча людей. Ну, там, раз в час. Какие-то новые медсестры. Вот эти хибамы, которые, видать, заступали нас на смену. И вдруг, как бы, да, им надо прийти познакомиться со мной. Потому что вдруг именно со мной все-таки, ну, как бы, с ними мне придется рожать. Вот. И, короче, уже на пятой-шестой хибаме я уже сказала, ну, мужу говорю, все, я не могу. Господи, как их много. Они все приходят, как будто бы на меня, как на зверя смотрят, знаете, в зоопарке. Вот. Все ходят, знакомятся. Конечно, все мега заботливые были. Но в том, что где-то я помню, что где-то... Часа в два я уже сказала, что все, мне прям плохо. Я хочу обезболивающее. Я хочу анестезию. И приходит медсестра, с которой я потом, ну, хибама. Если я вдруг говорю хибама, вы понимаете, это медсестра, вот эта вот акушерка. Хибама это по-немецки. И, в общем, она к мне приходит, и она такая говорит, слушай, тебе еще рано. У тебя раскрытие 3 сантиметра. Вот если будет там раскрытие хотя бы сантиметров 5, то можно будет делать. По-моему, если я не путаю. Короче, сам факт, что где-то в час, там, пол второго мне говорят, тебе еще рано. Родила я в 5 почти, что там без 15.5. В общем, и она мне такая говорит, ну, хочешь, чтобы уменьшить боль и ускорить раскрытие, давай наберем теплую ванну. Набрали мы теплую ванну. Это, кстати, такой классный опыт был. Я, на самом деле, очень довольна им была. Потом, может быть, подробнее тоже расскажу чуть позже в другом выпуске. Или, может быть, в этом же, но только позже. Суть в том, что за полтора часа ванной это все просто очень стремительно быстро произошло. Я уже мужу говорю, все, она начинает поташлять, мне прям плохо. Я уже не могу даже проживать так спокойно эти схватки. Говорю, вытащи меня, пожалуйста, из ванной. Все. И, в общем, я говорю, я не могу. Сделайте мне обезболивающее. Не могу больше терпеть эту боль. Мне плохо. И она проверяет раскрытие. Я прям помню, как я лежу. И она так свисает над моим лицом. И мне такая говорит, как бы тебе сказать. Если честно, то, к сожалению, анестезию ставить тебе уже поздно. А мы рожаем. И я помню, я заплакала, как ребенок, которого просто бросили. Вот у меня ощущение больше, что меня кинули. Знаете, обманули. Хочется сказать матом. Надурили. В общем, я помню, была растерянная. Мне было так плохо. Я испугалась. Потому что, ну, все, как бы, вот действительно, знаете, я так все это терпела. И проживала в надежде, что вот-вот скоро будет облегчение. И будет вот эта анестезия. Я выдохну. И когда тебе говорят, как бы, извини, все, подмоги не будет. То тогда я помню, я вот просто чувствовала, как меня бросили. Конечно, все это смягчало то, что муж находился рядом. И как-то меня поддерживал. Плюс он уже два раза был на родах партнерских с первой своей женой. Соответственно, как бы он такой уже бывалый. И он мне, в принципе, еще когда мы по городу гуляли, он мне говорил, подумай. Нужно ли тебе делать эту анестезию, что его бывшая жена тоже в первые роды делала. И у нее потом очень долго болела спина. И вторые она уже решила делать без анестезии. Рожать. И все прекрасно прошло. И она себя лучше чувствовала, быстрее восстановилась и так далее. И на самом деле, после родов я уже поняла, как же мне повезло. Потому что я родила в пять. Около девяти мы оказались уже в палате. И я уже могла сама встать и сходить в туалет. Хотя вообще, по идее, это противопоказано. Но я себя очень хорошо чувствовала. У меня даже не кружилась голова. То есть я себя, правда, просто великолепно чувствовала. И даже медсестры заходили и удивлялись. И, в принципе, это тоже один из показателей того, что мне не делали анестезию. Потому что часто я знаю, что после анестезии там тоже сложность. Есть ноги, как бы, чтобы, ну, как, что как-то немеют. И что потом могут не ходить. И вот какие-то есть в этом плане сложности. В общем, я в итоге оказалась очень счастлива того, что у меня не было последствий никаких. У меня ничего не болело. Ну, там жгло одно место. Родила я там с маленьким каким-то микроразрывом. Которые мне сказали, хочешь будем зашивать, хочешь не будем. Я говорю, спасибо, я и так уже боль пережила. И как-то я побоялась. Я говорю, нет, нет, нет. Если вы считаете, что можно не зашивать, давайте не будем. И все. И мы так и оставили. И, знаете, все. Через три дня уже в момент выписки у меня даже уже жжения какого-то не было. То есть все было прекрасно. Поэтому я надеюсь очень, что эти роды тоже пройдут максимально естественно, без разрывов, быстрее, чем в первый раз. Но посмотрим. Поэтому если в первые роды я спешила, в родом, как-то вот это вот паника и страх, то сейчас, вот я говорю, я спокойно проживаю в схватке и понимаю, что дома лучше, дома комфортнее. Вот в родом и все равно какой-то вот дискомфорт. Потому что какие-то люди незнакомые приходят. Тебе приходится с ними общаться, улыбаться. У меня нет труда общения. Ну, как бы у меня не составляет труда общаться на немецком. Я все понимаю, отвечаю, то есть я не боюсь. Но тем не менее, все равно, это незнакомые люди. И как бы когда-то в таком состоянии, не хочется вообще ни с кем разговаривать. Благо, что большую часть общения на себя все равно всегда берет муж. Вот, но тем не менее, вот, хочется просто лежать, чтобы тебя никто не трогал. А там чересчур было много внимания, я помню. Поэтому вспоминаю это, что вот эта чрезмерная забота, она так напрягала, помню. Вот, что дома как-то комфортно. Хочется уже приехать, реально максимум там 2 часа протусоваться. И уже встретиться с малышкой. Так что, ладно, буду держать вас в курсе. Пока такое затишье. Думаю, может быть, пойду сейчас. Я уже, знаете, это утром. Я ничего не хотела кушать. А сейчас я уже, сколько вот я сняла, да, я ела салат. Потом вот я уже не стала снимать. Я сделала такую лепешку, тортилью. У меня рецептов много, по-моему, на канале. Какие завтраки с тортильями я сделала. Вот я себе мужу сделала. Он бедняга у меня тоже целый день, как бы, можно сказать, голодный. Только тортилью я ему туда сделала. Он играет в приставку младшего сына. Короче, тренируется. У них там вечно эти фифу или футбол что-то не играют. И пацан все равно выигрывает. И он, походу, решил, пока свободное время есть, потренироваться. Получается, что я его зря с работы сегодня вытянула. Вот, можно сказать, такой выходной получился. Но, мое ощущение, что я сегодня рожу. Он, конечно, муж. Мне очень рад был, что вот 13 число. Как бы такое. Ну, в общем, не все его же любят. Я вначале тоже не очень хотела. А потом, когда уже сегодня поняла, что, быть может, я рожу, что-то почитала значение этого числа. И вообще, в целом, думаю, господи, человек православный. Чего мне бояться? Я верующая. Поэтому я не боюсь ничего. Какое число должно быть? Господи, такое. Пусть и ребенок и рождается. Как малышке нужно и комфортно. Вот. А тут я так смотрю, раз уже дело к вечеру. И я муж говорю. А он мне такой. Да ты сегодня не родишь по-любому. Прикиньте. Я такая, слышишь? Я говорю, я уже чувствую. Я же уже знаю. Он такой, нет. Сегодня нет по-любому. Сегодня число не то. Срок у меня 15-го, кстати. Майя. Ну, и в общем, короче. Сейчас тоже я ему говорю. Так, я говорю, слушай, может быть, ты был и прав? Что все-таки 13-го я не рожу. И будет 14-е число. Он такой, ну, я же тебе говорю. Думаю. В следующий раз мне скажут, что это всегда надо слушать мужа. Он мне всегда говорит, что я его не слушаю. А типа очень зря. Так что посмотрим, что будет. Время 3 часа ночи. Не знаю, видно ли у меня глаза налитые кровью красные, как у фампира. Так, я уже пришла в комнату и рассказываю. Никуда в итоге мы все равно не поехали. В последний раз я, по-моему, 8 вечера записывала. Короче, как получается. Боли стали более интенсивные. Не боли, а схватки. И я мужу говорю, все, поехали. Мы оделись. Время там где-то было, может, полдевятого. Оделись. Все. Я, чтобы вы понимали, за это время, за вчерашний день, я несколько раз отпарила себе какие-то платья, рубашки. Потом думала, нет, поеду в футболки, в леггинсах. Потом вот я ела салат и испачкала футболку. Потом думала, нет, я одену вот платье такое. Короче, в общем, как истинная девочка. Я думала, блин, в чем ехать? Так смешно. Хотя, на самом деле, когда у тебя начинаются роды, тебе еще так все равно. Ну, в общем, оделась совершенно в другое, а не в то, что себя отпарила. Муж нарядился. Он и предыдущий рода был. Схватка. Сейчас, секунду, дайте ее отметить надо. Так, это снова я. Короче, очень... Я сейчас отмечаю схватки. Не знаю, конечно, уже стало не так комфортно. Так, возвращаюсь. В общем, что? Я оделась. Муж нарядился в рубашку. Все, мы приготовились. Я переложила все в другую сумку. Больше мне показалось. Нет, это маленькая. Я возьму еще там халатик какой-нибудь. Потому что посмотрела влог там одной девчонке. Она говорит, что нужно брать какие-то кофточки с собой или еще что-то. И вот, например, пижамка, в которой я сейчас, ночнушка, она не подходит. Да, я вообще об этом не подумала, что когда рождается ребенок, что нужен вырез, да, потому что его сразу кладут на грудь. И ты должен дать грудь, а тут неудобно. Поэтому я такая, так, у меня есть платье для беременной, где там она тянется. Если что, я с ногу грудь удобно вытащить. В итоге там поменяла, короче, несколько ночнушек, которые возьму с собой. Подумала, что, да, наверное, вот в этой ночнушке там начну рожать. В общем, думаю, вообще нет. О чем надо. В итоге я понимаю, что я решила надеть чулки компрессионные. Потому что стали болеть ноги. И подумала, что рожать в них удобнее. И не только мне удобнее. Так как во время родов ноги часто, я помню, в первой роде у меня были на плече у моей акушерки. И думаю, я взяла носочек. Несколько пар носочков чистеньких, беленьких с собой. Думаю, это как бы приятнее все-таки человеку, что я в нос буду тыкать чистыми носками, да, все-таки. Вот. И как-то в реку, ну, как и в чулках тоже, что это намного приятнее, да, короче, чем голые ноги тебе незнакомого человека. И надела чулки. И в какой-то момент, после вот того, как я надела чулки, я поняла, что схватки прекратились. Ну, стали очень редкими. Там раз в 30 минут, может быть. И такие прям вообще не такие сильные, как вот, например, я начала, когда вам записывать, там, в 8 вечера или во сколько. И в итоге я мужу говорю, слушай, так, муж, ну, не поедем, что-то мне опять нормально стало. И я предложила в зале просто в одежде вот так вот расправить диван, включить какой-нибудь фильм. Мне захотелось перекусить. Вот, я перекусила. И в итоге, что, мы включили планету обезьян в фильме и уснули. И я проснулась первый раз, где-то там, может быть, в 12-м часу была схватка, а потом где-то в час с чем-то. И вот сейчас 3 часа ночи проснулась. Да, потому что они уже такие, ну, как, ощутимые, но проживаемые достаточно. Ну, просто это как такая волна. Все равно это в районе 30 секунд длится. Такая тянущаяся боль, как при месячных. Потом, как бы, просто немножечко так эта боль чуть-чуть усиливается. Такой пик, а потом спад. И даже такое приятное, как бы, как будто тебя так отпускает. Вот. Пока замериваю вот по приложению эти схватки. И я просто, так как, ну, в первый раз ты спешишь всегда в роддом, а сейчас я просто понимаю, что и я рада, что я осталась дома, потому что, хотя вот у меня и мама Вани, и моя мама, помни, вторые роды будут быстрее, лучше перестраховаться. Ну, как бы, понятно, мама, это ты, мама, конечно же, они переживают. Я просто помню, что вот это вот нахождение в роддоме, оно, ну, как, в первую беременность все неизвестно, и ты хочешь побыстрее, и ты боишься. Ну, и вообще, в целом, тебе кажется, что это как-то все ускорится, если ты в роддом поедешь, и тебе спокойней. Ну, это правильно. Вот, во вторые роды, я сейчас, ну, просто чувствую, понимаю, помню старый опыт еще, я понимаю, что это было бы сложно для меня и для Вани, потому что ночь, мы бы сейчас на ночь глядя приехали туда, вот это спать, ну, ему было бы некомфортно, я уже повторю, заходили бы, ну, постоянно хибамы, контролировали КТГ раз в час, то есть мы бы оба нормально не поспали, а при этом, ну, все равно ты в нетих условиях, когда ты дома, когда ты лег, тебе удобно, комфортно, включил ютубчик, например, отмеряешь все, примерно уже чувствуешь, что с ятой интенсивности, как бы понятно, как только мне реально будет, капец, невыносимо уже их проживать, надо ехать, вот, ехать, тем более сейчас ночью или под утро, это будет вообще, ну, как у меня ездит Ваня, минут 10, поэтому, в общем, я решила так, пусть Ваня выспится дома, чтобы завтра, ну, там, или под утро хотя бы, когда я его разбужу, он бодренький, будет меня сопровождать, и он себя будет лучше чувствовать, и я уже буду просто готова, там, пару часиков, и все, так сказать, вот, потому что я представила ему, там, тоже, ну, как, когда в больницах кажемся, я думаю, там, все родильные залы одинаковые, будет прикольно, если мы вообще в тот же попадем, я вам покажу, как мы спали с ним, или найду видео, которое мы снимали, ну, в общем, я подумала, что и Ваньке это все будет некомфортно, а я сейчас вот лежу, мне классно, я дома, как-то, в общем, и у меня спокойные ощущения, такие, поэтому буду просто ждать, когда схватки начнутся, более интенсивные, и, наверное, сейчас даже подремлю, вот так что, вернусь к вам, как только будут какие-то новости, я могу, все, поехали, роддом, все, мы недалеко от роддом уже, все, взял мою сумочку, все, ну, все, жду сейчас, Ваня так говорит, и будем заходить, ааа, уже прям болючие, и так чаще уже, наверное, на каждые 5 минут, что-то у меня начинает паника, овладевать, начинаешь думать, блин, почему, вот бы обезболивающее, так, сколько сейчас времени, 10 минут 6, мы приехали в клинику, где будем рожать, сейчас мне делают, СТГ, парапчик, сделают ультразлук, вначале, потом осмотрят меня на раскрытие, дальше уже будет ясно, водичку принесли, вот, ждем, но у меня сейчас уже схватки, а, вот они сказали, что по мониторам они сами видят все, если что-то будет такое, что он будет броситься в глаза, они сами придут, но у нас есть кнопочка, если что, то не можем вызвать помощь, а так со мной варю, мне ничего не страшно, у нас уже опытный папаша, так что ладно, ждем, но у меня вот сейчас одна схватка уже была, и в среднем они каждые 5 минут где-то, я ушел в машину, забыл портмоне, а я сейчас лежу, у меня приоткрытое окно, и слышно, как птички поют, не знаю, что это значит, но у меня уже, когда схватки начинаются, и вот зеленая циферка, на КТГ она становится, вот сейчас вот, например, 24-22, а когда схватки, она вот сейчас доходила аж до 100, и это прям уже так болю, как бы ощутимо конкретно, это конечно очень интересно, я не помню абсолютно, когда я рожала, при конкретных, когда схватках или потугах уже, какое значение у этого КТГ, я вообще его не помню, абсолютно, я как в тумане была, муж Ваня сейчас помню, сейчас задам ему вопрос, нас отправили расхаживаться, 3 сантиметра скрипти, только шепутки, спасибо, во дворе клиники нашей, короче, какие у нас новости, меня отправили расхаживать, мы пошли вначале, покушали, прошлись чуть-чуть, еще остался час, меня отправили на 2 часа, и что сейчас по плану, нужно расходиться, чуть-чуть, в общем, у меня какая ситуация, когда они проверили, у меня было 3 сантиметра раскрытия, сделали тест на то, отходят ли у меня воды, тест показывают положительно, но у меня нет обильных, вот, как сказать, обильно вода не идет, вот, поэтому я отправили расхаживаться, сказали прийти через 2 часа, уже час прошел, еще часик остался, и в принципе, потом опять мне сделают КТГ, УЗИ уже сделали, все хорошо с малышкой, все у него прекрасно, КТГ показывает, что у него там сердечко бьется, все у него как давление, все прекрасно, вот, схватки у меня сейчас примерно каждые 7 минут, ну такие, когда ты ходишь, уже я не могу, ну как бы, на ходу их переживать, то есть мне надо остановиться, подышать, взять носом воздух, ртом выдохнуть, и идти дальше, так что, ох, вот схватка, это была прям лайтовая, были прям такие, когда мне надо было согнуться, остановиться, согнуться, вот, но уже чувствую, живот опустился, естественно, малышка уже, в принципе, все в правильной позиции, а когда сейчас УЗИ, кстати, делали, так прикольно, врач показала, она держит, господи, сложно, когда две беременности в Германии, встречаю, и по-русски, уже, представляете, забываю, как это называется, пуповина, пуповина, что она пуповину держит, вот как-то вот, рядом с ротиком, ее за ручку взяла, и вот так вот держала, ну, и мы в профиль смотрели, вот, в общем, очень интересно, а так мне сказали, так как это вторые роты, что, по идее, они пройдут быстро, что сейчас, на самом деле, дело осталось за тем, чтобы просто, как сказать, воды пошли быстрее, и как только они полностью отойдут, тогда вопрос будет, там, буквально двух часов, и я должна буду родить, потому что вторые роды, типа, более стремительно, и быстро проходят, тело уже все знает, ну, посмотрим, ну, вот пока, видите, как бы, так вот, ну, по идее, на самом деле, активные роды, то они вот начались у меня, наверное, сегодня под утро, когда вот мы только в роддом поехали, вот, и просто надо расслабиться, и тогда раскрытие пройдет быстрее, вот, я спросила, что мне можно кушать, что можно ли мне кофе, мне сказали, мне все, можно все, что я хочу, вот, я даже думаю, может, потом еще кофе попросить, но здесь, потом попрошу Ваню тоже заснять, здесь такие комнатки, чай, кофе, водичку можно взять, вот, все, что ты хочешь, так что, мы сейчас прикусили, а потом, может быть, уже, когда снова в смотровую вернемся, я попрошу еще кофе или чаечек, что-нибудь, все, мы вернулись, мы вернулись, наши с тобой, опять, ПТГ, посмотрят все, потом, наверное, раскрытие проверят, время уже, 12 минут 11, мы приехали, 5 утра, да? Сколько там будет показывать? 68. И может быть, даже в 7 лет. Под 100 должно быть. 80. Это больно. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 61. 62. 68. Йогонь. Да. Да, стоя рожает. Так стоя за веревку эту держать лежа или ванной. Кстати, конечно, не исключаю, что можно так ванну снова набрать и все дело быстрее пойдет. Ну что, друзья, это было непросто, я скажу вам. Роды прошли естественно, но думаю, подробности все уже расскажу вам попозже. Скажу только одно, что они прошли сложнее, чем первые. Наверное, это у меня и немножечко так выбило из колеи, потому что, знаете, есть какие-то надежды, иллюзии, ожидания. И когда они, как сказать, не совпадали с реальностью, конечно, у меня такая паника внутренняя наступала. Но, тем не менее, самое главное, что малышка родилась, все отлично. Слава Богу, с малышкой все хорошо, она сейчас кушает, кушает, взяла грудь, все отлично. Подробности я попозже вам дам, а сейчас буду приходить в себя. Все в целом хорошо, прошли естественно роды, без анестезии. Мне только давали обезболивающее, но, честно говоря, не уверена, еще подействовало ли оно, потому что было больно. Да, было чуть тяжелее, больнее, чем первый раз и дольше. Вот. Ну, подробности все позже расскажу уже. Вот. Сейчас план такой. Сейчас мы с малышкой проводим время вместе. Папа у нас пошел курить, медсестра сейчас все убрала, принесет нам чай, кофе, мужу кофе, у меня чай, хотя я кофе просила, потому что, конечно, у меня нет энергии, сил, но я кормлю и кофе уже, конечно, нежелательно. Вот. И далее малышку сейчас будут свешивать, измерять. Мы ее оденем, понимаем, медсестра поможет. Вот. А потом мы отправимся уже в приватную станцию, взяли отдельную палату. я уже вам покажу, что да как. У нас была семейная палата, мы убрали, его тоже интересно сравнить. А что тоже любопытно, что рожала я, собственно говоря, в этом же зале Николь. Вот. Так что... Ой, пальчики у меня тут. Так что, вот тут, собственно говоря, у меня Николь родилась и теперь и вторая дочка. Буду отдыхать. Сейчас покушаем. А, еще да, попить, покушать принесут. Приду в себя и обязательно засниму вам, когда мы уже будем в своей палате. Так, мне принесли покушать. Тут яблочный сок, что у нас фрукты, сыр, колбаска, кукурузка, хлебушек, маслица. Второй день. Мы в роддоме. Помимо того, что сегодня так много людей приходило, я даже думаю, как бы не запутаться. Помимо того, что приходит медсестра, которая контролирует всегда малышку, меряет температуру, давление раз, по-моему, там два часа, что ли. Каждый день нужно измерять вес. Мы должны фиксировать там на листочке каждое кормление, какое грудью кормление было. Потом фиксировать, сколько она пописала, сколько покакала, в какое время. Температуру меряем. По возможности тоже каждые два часа. Вот, вроде бы все. Потом приходили, мерили уровень кислорода у малышки. Что еще? У меня пришли, взяли кровь. Потом приходила другая врач проверить мой живот и наличие там повреждений после родов. Помогла мне там сделать все процедуры, поменять все. Я имею в виду, ну не памперсы здесь дают, потом я вам покажу, что здесь дают и что. Почему? Вот что здорово, что ты ешь в роддом и тебе ничего толком с собой не надо брать. Наверное, потом расскажу, что я брала в роддом и что покажу, что здесь вообще есть. Сейчас, думаю, завтра, потому что сегодня я еще слабенько себя чувствую. Вот. Потом приходил еще парень. Это что-то типа восстановительной гимнастики мне показал упражнения, благодаря которым я смогу как бы поднять матку обратно, закрыть живот. Ну и, конечно, он посоветовал обязательно мне взять курс по восстановительной гимнастике после родов. Дал такую еще памятку. В общем, на самом деле, полезно было. Просто, главное, не лениться. Это делать нужно обязательно. Я знаю, что многие, кто не делали из девчонок, потом жалеют. Поэтому восстановиться надо нормально. Плюс эти роды прошли сложно для меня. Поэтому я думаю, что я буду делать это просто больше дома. И он сказал до трех месяцев. Первые три месяца рекомендуется это делать. Он говорит то, что я вам прямо от сердца рекомендую, чтобы вы восстановились без всяких последствий. Смотрите-ка, меня тут балуют. Ванина мама мне сметанки положила, вареничку с творогом. Сейчас буду кушать. Ваня принесет мне вилочку. Будем есть. Я тут так прикольно лежишь. И стол вот так вот выдвигается. Приятного аппетита мне. Чуть позже принесли обед. Завтрак я забыла заснять. Но здесь свиной рулет, овощи, пюре. Очень вкусный десерт. Это, по-моему, творожный пудинг. И суп-пюре. Курино-картофельный. Очень, кстати, вкусненький получился. Мне понравился. Ну что, дорогие, только что ходила на кухню. И взяла себе кофе. Взяла себе сок апельсиновый. Обычно нам приносят в течение дня. Днем вообще заходит женщина и предлагает, что она может нам принести. Я думаю, к вечеру, как только будет меньше персонала и людей, я схожу на кухню, вам засниму вообще, что там есть. Но прикольно, что в любое время ты можешь пойти взять себе кофе. Там кофе-автомат, холодильничек, чаёчек, фрукты. Покажу вам. Вообще, это все входит в страховку. Это в обязательную страховку, которая должна быть у всех жителей Германии. Я про это просто, по-моему, не рассказывала. Но у меня есть еще приватная страховка дополнительная. И благодаря ей мы взяли эту палату отдельную. А в прошлый раз мы брали семейную палату с Николь. И как бы у Вани была своя кровать. Здесь кровати просто нету. Но он может также оставаться со мной, сколько ему будет угодно. Его не погоняют. Но его здесь все очень любят, кстати. Потому что, видимо, он как папа очень ответственный. Они это видят, что он все делает, все может. Все вопросы он задает. Вот на все вопросы он же отвечает. Вот. И поэтому, как сказать, наверное, это их всех удивляет очень. И помню даже у нас кошерки, которые роду принимали. В общем, еще и Ваню благодарили. Потому что он там это помогал. А мы все на «ты» там общались во время родов. Мне кажется, уже в таком положении только на «ты» можно. В общем, они там «Иван, подай то! Иван, это вот, пожалуйста, все классно!» Ну, короче, он, в общем, ему еще помогал. И здесь также. В общем, все это в восторге от нашего папы. Вот. Ну, в общем, поэтому его, наверное, не выгоняют из-за этого. И что сказать еще? Хочу вам показать целым, что у нас здесь есть. Какие есть фишки. Потому что, например, в России я знаю почти что все, что мы здесь получаем, ты роженцы должна принести с собой. Но я думаю, что тут дело просто в том, что мы это все так же, можно сказать, покупаем. Просто мы платим за страховку, да. А в России ты не обязан платить за страховку таких сумасшедших денег. И поэтому ты просто покупаешь все за свой счет. Поэтому, на самом деле, то на то и выходит. Это не государство предоставляет нам, это оплачивает все страховое. А страховую оплачиваем мы сами из своего кармана. Поэтому, как бы, не знаю, тут большой вопрос на те, как… Я бы могла бы сейчас рассказать, вот, а в Германии мы получаем все, значит, в роддоме. Да, плюс только в том, что ты не паришься, не закупаешь, там, три сумки, там, и так далее. Потому что здесь даже одежду дают для детей. И я вам покажу. Но мы ей не пользуемся. Мы пеленаем малышку просто. Ну, я взяла на выписку только одежду. Вот. А такое все паперсы, все расходники, ты получаешь их здесь. Да, ты их не приносишь. Ну, опять-таки, вот, ты говоришь, просто это чуть меньше для тебя лично геморроя в плане закупки. И если ты что-то забыл, то здесь тебе, конечно, там, ну, в России, в больнице, где никто ничего не даст. Вот. А здесь, в принципе, ты минимально. Только мама там для себя одежду, для ребенка на выписку, все. Как бы. И то, я сейчас вам покажу, даже для мамы очень многое, что дается. Сейчас я попью немножко кофе, и мы с вами, давайте, тогда обернемся. А, мне наконец-то, я, по-моему, снимала, мне наконец-то сняли эту штуку. Это такое облегчение, потому что, ой, я не могу, это, это неудобно, потому что я все время, когда малышку на правой стороне кормишь, получается, вот, и мне неприятно, и больно. И вот все время она на этот пластик ложилась головой, я все время поддерживала, очень беспокоила, больше я беспокоила за малышку, чтобы ее мне как-то не потравмировать, не поцарапать. Не знаю, вдруг вот положу голову прямо на эту пластиковую штуку, не почувствую. Вот, так что я рада, свобода. И сейчас пойдем с вами, пройдемся, покажу вам, что нам дали. Так, из медикаментов мне дали, принесли обезболивающее. И каждый раз, когда приходят медсестры, у меня спрашивают, у вас есть что-то для, ну, как бы, чтобы снять боль. Вот, я одну вчера только перед сном выпила, потому что живот очень болел, именно, ну, как матка. Это железо мне дали пить до выписки одну штуку в день. Вот одну я уже выпила, ждала, что мне принесут апельсиновый сок, чтобы это лучше усвоилось. Но выпила так. Так, потом вот эти вот, как их называют, подкладки для груди тоже их дали. В прошлый раз я не помню, давали или нет. Я сейчас помню, наверное, тоже давали. Вот прям не могу что-то вспомнить я. Так, из удивительного это вот эта мазь. Потому что это мазь для сосков, и ее я покупала у нас в Дэйме в прошлый раз, и она стоит 7 или 8 евро. Ее хватит надолго. В этот раз мне ее сдали в роддоме. В прошлый раз не давали с Николь. Вот, но это вещь классная. То есть, в прошлый раз я мучилась, потом вот выписались, потом только купили через день там. А тут я сразу же уже начала мазать, потому что думала, что со второй беременностью проблем с сосками, с трещинами не будет. Но нет, к сожалению, они появились. Вот, и поэтому спасение тоже дали. Все получили, так сказать. Так, что для Николь? Всякие вот эти пеленки, это все мы получаем градусник от Веледа маслица. Сейчас сфокусируется камера. Блин, вот. Масло от Веледы. Это вот в этой пачке. Салфетки, такие вот для малышки, да. И вот такие, как сказать, которые дезинфицирующие, спиртовые. Тоже, если что-то протереть. А далее вот тут у нас весы стоят. Всякие пеленочки. Все мы можем тоже здесь. Вот у меня пачка памперсов. Тоже это все нам дали здесь. Эти пеленочки, которые вот тут лежат. Полотенце, чтобы малышку мыть. Шапочки. Это для того, чтобы там умывать, вытирать ребенка. Слюньки подтирать. Это я не помню для чего. А, это для пупочка. Когда обрабатываем. Потом вот тут лежит, но это как бы не подарок, да. То есть это надо будет оставить вот этот вот комбинезончик для сна. Или кокон, как они называются. Я не помню уже. И вот, пожалуйста, тут и просто бодики. И здесь кофточка. То есть это надо будет, конечно, все потом оставить в клинику. Вот штанишки или это комбинезончик, да. Ну, в общем, нам принесли. Все положили, но мы со своим, так сказать, добром. А вообще, конечно, все равно здорово. Они здесь все равно это все дезинфицируют. Так что я вначале просто мужу. Вот я брезгую, брезгую. Но мы решили, что все равно свое все будет. Вот. Тут еще запасы всего-всего, что может понадобиться. Здесь тоже мне кладут. Это для малышки, если что. Тоже для трусики. Вот эти вот прокладочки. Вот эту штучку. Вот, как сказать, подмываться. Извиняюсь за подробности. Потом вот был такой мешочек. Здесь гель для душа. Лосьон для тела и шампунь. Ну и пилочка и вот эту штучку. Вот. Дезинфекция, мыло, салфетки. Ну, наверное, это обычное. Тут вот у меня душ. Сегодня как раз принимала. Ну и туалет, мусорка. Все. Все как бы стандартно. Вот такие вот делишки. Пойду допивать кофе. Показала, в принципе, все, что вам хотела. И вечером сходим с вами на кухню. Прошпионим. Потому что завтра уже выписка. Наверное, завтра снять не успею. Если что-то еще вспомню, то я к вам вернусь. Забыла кое-что показать вам, что над каждым пеленальным столиком крепится вот такая вот тепловая лампа. Очень удобно, когда ты ребенка пеленаешь, что ему не холодно и он не мерзнет. Так, ну что, мне принесли ужин. Малышка пока спит. Я тут лежала, смотрела влоги на втором телефоне. Сейчас мы поднимемся и покушаем. Пока не забыла, я это не сняла, что еще. Даю также подушечку. Банан для кормления. Очень удобная, конечно, вещь. Я знаю, что некоторые в роддоме таки не получают. Вот в России, например, нужно с собой привозить. Это, конечно, неудобно. А тут сразу есть. Это, конечно, классная вещь. У меня дома тоже она есть. Потом в следующем влоге покажу уже вам, какие у нас девайсы для малышей есть. Так, ну ужин тут такой веселый. Чисто похудел немецкий. Абандброд, говорят, вечерний хлеб. Просто три кусмана. Куда мне столько? Я не знаю. Кусочек маслица, колбаска и фасоль. Насчет фасоли я не уверена. Как бы я на кормлении. Вот. И тут получаются мои данные и наш заказ. Вот вопрос. У меня муж так заказал или вот такая красотища. Как бы мне выпало. Вообще Маня что-то заказывал. Я не знаю. Так что, ну сейчас сделаю просто бутербродики. И у меня есть здесь вот такой вот термос, чай. Сейчас налью себе чаёчек и перекушу. Вот такой вот ужин в немецком стиле. Так, пока никого нету. Николь спит. Засниму вам, как выглядит кухня. Тут грязные вещи. Тут чайничек. Смотрите, выбор чая. Различный. Кстати, еще посмотрю, что-то может быть мне надо. Вот тут это для кормления, для стимуляции молока с фенхелем. Ромашка, фенхель. Фруктовые трубочки. Класс. Люблю с трубочками пить английский чай. Азам какой-то. Короче, выбор приличный. Класс. У меня все есть. В принципе, мне Ваня оснастил. И тут тоже. Смотрите, тут, наверное, во время завтрака тоже подают что-то. Потому что тут написано и молоко, и яйца и так далее. Уже чай. Тоже он классный такой. Ваня сказал, очень вкусненький. Вот. Разные просто вкусы. Выбирайте, какой хотите. Фруктовый. Тут сахар, молоко. И, конечно, о чем я говорила. Кофейный автомат. Вот. Тут, например, возьмем капучино или шоколадный. Какой-то макачо. Не знаю, что это. Латте. Я, наверное, латте возьму. Выберем сухо. Сахар. Сухо, хотел сказать. Поведем. Собственно, тут можно кофе попить, посидеть. В чем я говорила, тут больше было выбора соков. Кто-то уже взял фруктики. Вода. Сейчас возьму. Это самая вкусная вода, которую я вообще когда-то либо пила. И в Германии, и в России вкуснее я не встречала. Погодка за окном, конечно, грустненькая. Последние дни вообще солнышко было. Было очень тепло. Сегодня прохладно, наверное. Собственно, все. Идем обратненько. Видите, вышел. Тут тоже можно посидеть с гостями. Такой коридорчик. И сразу моя палата. Удобно. Кто-то там с конца идет. А мы тут рядышком. Доченька у меня все спит и спит. Все спит и спит. Хорошенькая, сладенькая. А, кстати, покажу вам. Тут сразу же у меня, видите, массаж груди. Все схемы, чтобы не забывать. Но мне не надо. У меня молоко хорошо идет. Тут, в принципе, написано, что если молоко пришло, то, в принципе, не обязателен этот массаж. Но я знаю, что если есть какие-то... Решила вам так себе показать. В общем, если есть какие-то, как сказать, какая-то тяжесть в груди или комочки какие-то нащупаются, то этот массаж надо делать. Либо если молоко там не активно приходит. У меня насчет молока так, в принципе, у меня в день, когда начали подтекать воды, еще не было даже схваток тренировочных, то тогда я уже почувствовала, как немножечко кровь начала проливать в груди. И грудь стала так горячей, что ли. И как будто бы стала потихоньку наливаться. В день, когда я родила малышку, было вначале идет, ну, я думаю, многие знают, молозиво. И, в принципе, это молозиво уже было даже до последней месяцы перед родами на сысках. Не знаю, извините за подробности. Если кому-то неприятно, может быть, это кому-то интересно. Не знаю, вот. И получается, когда я только родила, сразу же мне первым делом до обрезания поповины и так далее малышку на грудь приложили. Сразу же взяла грудь. Вот. И, в принципе, то есть кушала молозиво, а потом, получается, где-то на следующий день после родов у меня уже начало, ну, как это молозиво стало более жиденьким. Таким каким-то, как желтенькой, такой водичкой. И сегодня я уже четко уверена, что это молоко, потому что с утра я проснулась. Это получается у нас... Я сейчас вам буду смотреть в этом листочку. Сегодня как бы второй день, на самом деле, после родов. Сейчас покажу, почему я так считаю, смотрю. Ну, в общем, и сегодня уже точно грудь налилась, и я прям вот чувствую, у меня прям добротные такие бидончики. Вот. А что тут? Вот смотрите. Это значит... Сейчас переключу я на другой режим камеру и покажу вам подробнее, чтобы было понятно. Нам дали такой листочек. Мы при выписке, когда последний осмотр будет, мы будем показывать. Вот, например, родилась Эмилия 14-го числа. Мы в палату, да, как приехали. И муж начал с 6 вечера уже отмечать. Что здесь отмечается? Ну, понятно, время, кормление какое грудью было. Здесь нужно записывать, пописали или мы покакали температуру ребенка. И вот получается, что я считаю, как раз день и хоп, второй день. То есть сегодня, по сути, второй день. И вот с этого дня у меня уже молоко пришло. А и тут еще отмечают вес, сколько у ребенка. И, в принципе, все. Ну, вот завтра последний день. У нас уже должны будут где-то после обеда выписать, как нам пообещала медсестра. Так, пока малышка спит, я решила записать свои впечатления после родов. Сегодня уже второй день. Я отошла немного. И не хочу рассказывать долго. В принципе, как все начиналось, вы видели. Потом был достаточно такой непростой период. Потому что вначале я ходила во дворе в клинике. Потом мы уже пришли обратно в родильное отделение. Там было раскрытие, по-моему, мне 5 сантиметров. Но у меня не было стремительных каких-то схваток. Не то, что стремительных, а как сказать. То есть схватки были не систематические. Они были короткие, хоть и болючие уже для меня. Но, тем не менее, как бы я ни была в фазе родов, я не рожала. И получается, что мы там где-то в 10 пришли в утро в родильное отделение. И вот где-то до часу, то есть 3 часа, у меня были просто схватки, схватки, схватки. Мы писали КТГ. Я пыталась их прожевать. И мы ждали, когда лопнет пузырь. Потому что воды подтекали, но они обильно не вышли. Соответственно, как бы в любом случае потуки и само вот это вот уже прохождение ребенка по путям происходит после того, как отходят воды. И так как это была моя вторая, у меня беременность, скажем, это были мои вторые роды. То, естественно, после того, как воды должны были отойти, как мне сказала Кушерка, по идее, там 2, максимум 2,5 часа и ты родишь. В принципе, так и получилось. Но именно вот этот процесс до того момента, как воды отошли, он для меня был тоже тяжелым. Очень болючие были схватки. И вот самый, наверное, болючий у меня просто, вот я помню, как мне так еще вода пошла. Слава Богу. Вот, потому что я уже была измучена, конечно. И вот представьте, да, грубо говоря, с 13 мая с 8 утра я начала чувствовать тренировочные. В роддом как бы целый день я провела дома, всю ночь. И только вот, ну, как бы в 5 утра на следующий день мы выехали в роддом. Потом мы гуляли, ходили, вы видели. И, считай, день уже наступал. То есть это было уже больше суток. И шли вторые сутки. Вот это все, естественно, было намного, ну, как бы дольше, чем было с первой малышкой с Николь. Я думаю, я отдельно запишу видео, в котором буду сравнивать 2 беременности, 2 процесса родов и 2 процесса, скажем так, после родов. Если вам будет интересно, я думаю, что сравнение должно быть интересным. Потому что я сама, ну, день вот этих первые сутки, когда я готовилась к родам. И, честно, мне кажется, очень много влогов посмотрела, очень много сравнений. И у меня было очень много ожиданий насчет того, что, вот как говорят, вторые роды всегда легче, проще, быстрее. К сожалению, это был не мой случай. Хотя всегда тоже говорят, что очень важен настрой позитивный. У меня был максимально позитивный настрой. Потому что у меня был классный опыт с первыми родами. О которых я расскажу уже в другом видео, в следующем. Вот. Ну, в ближайших следующих видео. Потому что сейчас думаю серию такую записать вам. Про мое восстановление, про первые дни после роддома. И потом обязательно сяду и сделаю сравнение. Чтобы у меня как приду в себя. Так что это в любом случае будет в ближайшее время. И возвращаясь к тому, что у меня были ожидания насчет вторых родов. Что они будут простыми, быстрыми. И как бы тем временем, как вот все больше и больше времени проходило, шли схватки. А пузырь не лопался. Мой энтузиазм, мой газ. И, конечно, получилось так, что когда воды отошли, начались потуги. И я, ну, как-то, ну, в принципе, руководят всем процессом акушерки. Да, хибамы. А их на немецком так называют. И получилось так, что как бы с первыми потугами. И потуги тоже, кстати, вот я не знаю. Если девочки меня смотрят, которые еще не рожали. И вот только готовятся. Им интересны те ощущения. Если схватки можно сравнить с вот этой тянущейся болью премесячных. Она просто, знаете, такая-то схваточка. Она там длится где-то там в среднем 30 секунд. Ну, ближе уже к завершению родов. Они чуть длиннее больнее становятся. Но она так тянущаяся боль внизу живота, как в премесячных. Которая такая-то высого пика достигает. Пик – это вообще секунд пять. И потом тебя отпускает. Вот такая волна. Вот ощущения. И потом у тебя как бы пауза. Там, ну, как правило, да, пять минут, говорят, промежуток. И уже тогда надо ехать в роддом. Вот пять минут паузы. И опять вот эта нарастающая боль, которую ты проживаешь при помощи дыхания. Ты делаешь глубокий вдох через нос и спокойный выдох через рот. Вот. А потуки – это уже процесс, когда воды отошли. И когда тело начинает уже ребенка продвигать по родовым путям. И вот в этот момент ты ощущаешь, как будто бы ты хочешь сходить по большому. Но это делает за тебя твой организм. То есть ты… Мне кажется, что процесс, ну, как бы в нашем организме так даже заложен, что нам не обязательно тужится. И организм сам, на самом деле, вытужит ребенка. Потому что тебя как будто бы… Это тоже так же, как и схватка, нарастающая боль. Ну, как бы которая так вот набирает, набирает обороты. Потом ты чувствуешь вот этот пик сильный. И потом это ощущение спадает. Но это ощущение уже другое. Как будто бы тебя изнутри поворачивает. Ну, как бы тебя как будто бы вот так вот… Ну, как будто бы выталкивает тело из тебя ребенка. Вот. И, конечно, тужится вот на пике вот этого ощущения. Это, по идее, самое правильное. И тужиться надо прям хорошенько. Потому что получилось у меня так, что я каждый раз боялась. Ну, с Николь я не порвалась. И в этот раз я тоже боялась порваться. И поэтому я тужилась недостаточно сильно. Потом, как оказалось, и вот выводы, почему это все было сложнее, тоже расскажу. Но все в том, что, в общем, тужилась я долго на первых вот этих потугах, которые, по идее, надо было переждать. То есть дать телу самому чуть-чуть ребенка вниз продвинуть. И потом только вот на последних потугах самых таких, когда уже ребенок вот-вот сейчас вот его видно уже почти, я бы его вытужила. И тогда бы я не потратила столько сил. А у меня получилось, что в начале, в общем, очень это было много сил потрачено. И вот самые важные вот эти потуги, где вот ребенок уже горят волосы, ее видно. У меня не было сил, я кричала, просто я не могу, у меня нет сил. Самый ключевой, наверное, вопрос, который будет у многих, почему не прокололи мне пузырь, потому что, я знаю, в России всегда прокалывают. Здесь пока, ну как, нам и не предлагали, и, ну, потому что мы изначально при, как сказать, заключении контракта, как только я вот еще беременная приходила, мы обсуждали, что я хочу максимально естественные, натуральные роды, без анестезии и так далее. То есть сама, как у меня было с первой малышкой. Кстати, с первой малышкой я хотела анестезию, но расскажу потом в другом видео, почему в итоге я рожала без анестезии, тоже интересная история. Ну, в общем, и поэтому, так как у меня уже был такой позитивный опыт, я ей сказала, все, я рожу сама, максимально естественно, без каких-то вмешательств и так далее, стимуляций там родов и так далее, я не хотела этого. То есть все, ребенок должен спонтанно появиться так, как само тело мое будет готово. И ребенок. И, в общем, поэтому пузырь нам никто не прокалывал, даже речи об этом не шло, никто не предлагал, не настаивался терпеливо, все акушерки со мной проживали все это время. Вот, потому что, конечно, если бы прокололи пузырь, наверное, бы процесс пошел дольше. Но, как у меня предположение, почему в Германии не так не настаивают, не предлагают и так далее, потому что, быть может, это не совсем безопасно. И потом просто законодательно это ответственность, да, потому что все-таки, я думаю, ну, в общем, мне кажется, что здесь просто законы работают по-другому, поэтому я так предполагаю, что они не настаивают. Тут, вы знаете, даже когда мне, я уже сказала все, дайте мне просто хотя бы какое-то обезболивающееся оно есть, и вот начинается целая презентация. У нас есть вот такое, есть вот такое, вот есть такая миллиграмм, граммовка, есть такое. И я уже, ну, тебе так плохо, я говорю, да, все равно, пожалуйста, решите с мужем, какое мне дайте, хоть какое-нибудь дайте, чтобы мне стало чуть легче. Вот, но это я к чему? К тому, что они здесь перестраховываются тебя, никогда тебе не сделают что-то без твоего ведома, тебе не будут надавливать, не будут навязывать, тебе только очень тактично предлагают. И если ты говоришь, нет, нет, так нет, все. Так было относительно всего, например, так же, как я беременна и тогда была, и там предлагают прививку беременной делать какую-то на 35 или 36 неделе, от которой я отказалась, и я никакого давления даже не ощущала. То есть мне такие, окей, как вы хотите, как вы считаете нужным, вот. То есть тут у тебя ощущение полной свободы, ты решаешь сама, и никто тебе никаких там навязываний делать не будет. И поэтому вот я думаю, что из этого пузыря не прокалываю, потому что есть много ответственности. Я думаю, что законодательно тоже это наверняка как-то прописывается. Это мое предположение. Если вы знаете правильный ответ, напишите его, пожалуйста. Очень интересно будет ваше мнение или, ну, как бы, правильный ответ услышать, почему. Вот. Дальше. Почему все-таки малышка так долго шла, и почему, я так думаю, такие долгие у меня были схватки, и вот воды не отходили. Потому что малышка лежала, в принципе, вниз головой, но при правильных ролях ребенок должен лежать, выходить лицом вниз. А она у меня была лицом вверх. И как одна из хибам сказала, она говорит, она просто хочет, типа, смотреть на звезды. Она говорит, мы это так называем, или как, типа, считаем так. Вот. Ну и за счет этого, так как ребенок не совсем в правильной позиции был, конечно, это все проходило сложнее. Это первое. Второе, как мой муж считает, ну, я уже это говорила, что, он говорит, на первых вот этих потоках не надо было просто заставлять, ну, как, меня никто не заставлял, как бы. В общем, не надо было тужиться. Он говорит, тогда бы просто вот на последних у тебя бы было больше сил. Вот. Может быть, я бы не так сильно порвалась, у меня сшивали в итоге кровище. Я была в варикозных чулках, и они были у меня практически все в крови. Вот. Ну, ничего, слава богу, я пережила этот день. И, конечно, когда тебе кладут ребенка потом на грудь, это, вот вы знаете, это все настолько восполняется, то есть ты понимаешь, что это все было настолько не зря. Но ощущения, конечно, у меня были такие, что, знаете, что, как бы я попала в ловушку или как. То есть ты находишься в такой ситуации, в которой ты не можешь сказать, ребята, стоп, все, расходимся, я передумала. То есть тут вариант один. Тебе надо как-то уже родить, уже все. Ты просто принять, что никакой анестезии нет. И вот, ну, как бы вот так. И если в первых родах я очень спокойно себя чувствовала, как-то вот реально я очень много вот готовилась, узнавала про гипнороды, про дыхание, как вот успокоиться, как проживать схватки. И вроде бы я уже пережила это, я все знала. Но на вторых родах от того, что все шло не так, как я предполагала, меня просто охватила паника. И когда мне там даже говорили, дыши, не дыши, там, тушься. В общем, я даже говорили, вот ноги прижимай так, а я наоборот их отталкивала. И как бы это было все от того, что я была просто в панике. Понимаете, я внутри, мне кажется, просто как металась. И поэтому очень, конечно, важно о народах быть спокойной, научиться себя успокаивать и не паниковать. И тогда вот и правильно дышать. И тогда ты будешь слышать и то, что тебе акушеры говорят, и все пройдет хорошо. Вот. Это из таких моих рекомендаций вам, чтобы действительно роды прошли приятно, как у меня было в первый раз. Вот. А во второй просто от того, что было очень много ожиданий, как все говорят, ой, вторые роды, как, ну, всегда проходит быстро. И вот, пожалуйста, вот это разочарование, вот это вот непонимание, почему все идет не так, как все рассказывают, оно, наверное, вот мне эту панику и дало. Вот. Что-то еще хотела сказать? А, хотела рассказать про позы, что тоже интересно. Я в основном меняли позы, я всегда на боку либо на левом, либо на правом была. Ну, как интересно, что на левом почему-то кровяное давление. Если я правильно сейчас говорю, как я правильно поняла по-немецки. В общем, оно, типа, лучше работает и поэтому, по идее, лучше, легче проживать вот эти все потоки или схватки на левом боку удобнее. Но в итоге из-за того, что вот видите, как бы ребенок так неудобно был, в какой-то момент мне предложили такую позу на четвереньки встать и ноги как лягушкой сделать. И на самом деле это помогало, боль проживать мне было легче. Вот. Но в какой-то момент мне уже под конец обратно на спину перевернули. Но тут вопрос такой, на самом деле, вот честно говорить, легче, но это сильно кардинально не влияло на ощущение моей боли. Какой бы ты позе не был, не знаю, у меня было больно всегда. Вот. Но что хочется сказать. Самое главное, действительно, просто правильно дышать. И это самое важное. Наверное, про дыхание, про мой опыт я вот чуть подробнее именно вот запишу и расскажу в другом видео, потому что тут не хочется вас грузить. Тут, знаете, чтобы не получилось просто каша какая-то. Ну, вот вкратце, что да, вот получилось так. Но, тем не менее, конечно же, когда ты берешь ребенка на руки, тебе ребенка кладут и ты слышишь вот этот плач этого маленького человека, то это все, знаете, ты просто думаешь, все, вот, все. Слава Богу, я это, я пережила это все. И, как бы, это, конечно, невероятное ощущение какой-то легкости. И кажется, вот у меня после этих родов было ощущение, что я теперь вообще ничего не боюсь, что самое страшное в жизни я пережила в плане ощущений физических. Вот, дай Боже, чтобы так и было, чтобы это было самое худшее мое физическое чувство и ощущение в жизни. И больше таких чувств никогда не испытывала. Вот, конечно, в общем, как дальше проходит все. После того, как малышка вышла, мне сразу же ее положили на грудь, сразу же мы дали ей грудь, чтобы она пососала молочко, ну, как молозиво, да. И потом дают пуповине отпульсировать. Я прям помню, я в панике, я даже ее, я так, ну, дома лежала, я вот так вот пыталась посмотреть на нее, все ли все хорошо, все, все нормально, какого она цвета и так далее. Вот, на удивление, кстати, если у меня Никоя родилась такая вся опухшая, отекшая какая-то, вся в белом этом налете, как инопланетянин какой-то, то Эмилия родилась такой миленькой, без отеков, какая-то она такая прям вообще сладенькая. Хотя она намного и крупней по весу, на 800 грамм она была тяжелее, ну, она тяжелее, чем Никоя родилась, и на 6 сантиметров меньше, чем Никоя. Вот, это тоже, наверное, повлияло на то, что вот все-таки разрывы были. Далее что? Короче, я ее так посмотрела, все, она миленькая, и мне потом акушерка дала даже потрогать, ну, над кого-то потрогает пуповину, вот, через которую малышка пыталась от тебя. Ты трогаешь что-то такое странное по ощущениям, вот. не знаю даже, как с чем сравнить, как бы это не важно, наверное. В общем, дали пульсировать пуповине, наверное, полчаса, потом все это красиво так презентовали мужу, чтобы он перерезал пуповину. Муж должен был сказать, что, Эмилия, добро пожаловать в этот мир. Ну, так прикольно все равно. Молодцы такие девчонки, акушерки у меня молодые были. Одна итальяночка, другая немочка. Они очень классные, такие заботливые. И, ну, вот, я говорю, все роды на ты. И это было невероятно. И была еще третья девушка, но я уже не слышала, как ее зовут. Она представлялась. У них тоже так интересно. У меня, например, там одна в середине моих родов, она должна была уйти, мне смена закончилась. Она извинила, все пошла на все лучшее. Пришла на вот многое, да, то есть она там представляется. Я уже не слышала, как такая девушка-мусульманка, как уж она в платке была, она очень красивая, такая милая. И вот она мне, кстати, сказала, что она просто хотела видеть звезды. Мы так, типа, говорим. Ну, вот. И, в общем, девчонки, в общем, все молодые. Мы со всеми на ты, в общем, праздничную, как сказать, торжественную перерезали пуповину. Что для меня было удивительно, спросили. А, потом я рожала. Кто, может быть, кто-то не знает, что есть еще один этап родов. Это рождение плаценты. Там тоже надо потужиться, но, знаете, после того, как из тебя вышел ребенок, плацента, она такая похожая на печень, только более крупного размера и такая слизистая. Она из тебя выходит легко. Чуть-чуть потужился. Ничего там, как бы, такого сложного уже нет. И мне задали вопрос. Хочешь ли ты ее забрать с собой домой? Я такая, ага, зачем это делают? Первый раз у меня этого не спрашивали. Она говорит, да, некоторые забирают, ну, себя там в саду закопаешь. Что? Я была удивлена. В общем, я такое слышала первый раз. Я говорю, не, не, спасибо. Не надо. Не знаю, зачем. Вот. В общем, такой интересный факт. Потом поинтересуюсь, почитаю вообще, для чего люди это делают и что это за приметы такие. Вот именно в России такое делают. Напишите вот в ваших странах, откуда вы смотрите в Украине, Белоруссии, быть может, странах СНГ или в Европе еще где-то вообще такое делают. В общем, интересно. Я об этом первый раз услышала, вообще была в шоке. Вот. Что еще из интересного, в общем, потом, ну, вот, получается, родила плаценту, малышку передали папе, ее там взвешивали, фотографировали, измеряли. Муж все помогал нашей акушерке, поэтому они его так полюбили очень. Вот. Потому что они, Иван, подай, пожалуйста, то, Иван, подай то. Он такой тук-тук-тук. Короче, прикольно было. Вот. Потом мы все переобнимались. Вот. Потому что там итальяночка, которая принимала у меня роды, тоже такое совпадение прикольное. Она, когда я рожала с Николей, она меня только встречала ночью. Заполняла со мной документы. Но у нее смена закончилась. Она не успела со мной родить. Потому что она пришла потом уже только ночью. Я в пять вечера родила. А она на смену снова вернулась только в девять или в десять. Но она к нам заходила уже в палату, когда нас перевели. Поздравила. И в этот раз, я говорю, что принимала не она, а потом после прогулки, когда мы позавтракали и вернулись. И она приходит с нами знакомиться. Я говорю, ой, а я вас помню. Естественно, она меня не помнила. Два года прошло. И в итоге она мне сказала, так в этот раз, даже если у меня смена закончится, я с тобой останусь. И она задержалась. В два у нее заканчивалась смена. Я родила в три, господи, в три двадцать пять. Вот. Разобнимались мы. Просто она там у мужа моего разобнимала, поздравляла, целовались мы. Вот. В общем, такая теплая атмосфера была с девчонками. И она потом ушла. А вот вторая девушка, которая тоже где-то в середине родов только присоединилась, она довела меня дальше, потому что она молодец. Она сто раз мне давила на живот, чтобы точно ли у меня все вышло. Сто пятьсот раз проверила, насколько много крови. Она так, знаете, она, может быть, не была настолько такой теплой, дружелюбной и улыбчивой, как была итальянка, но она была настолько заботливая, она меня сто раз спросила, как ты себя чувствуешь? Точно? Давай еще, прости. Каждый раз, даже когда она давила на живот, мне же было больно. Она, прости, прости меня. Ну так надо, это все для тебя. Потом вот там, например, врач пришла, меня зашила. Что интересно, врач зашивает мне сестры. Не знаю, как у нас в России тоже это происходит. Вот. И потом она тоже много раз не меняла бинты, ну вот как такие большие прокладочки. как бы кровь, да, там имеется в виду, что там, в общем, она настолько вот именно заботилась о моем состоянии, пусть она там не миловалась со мной супер, но там не была такой улыбчивой. При этом там, или вот даже, если с Николей меня сажали на инвалидные кресла и везли в палату в номер, я ему там на лифте, что-то какие-то переходы, то здесь она мне сразу, давай проверим, как ты себя чувствуешь, как твое самочувствие. Я встала, меня повело, она все. Она говорит, мы тебя везем прямо на кровати. Вызовала мне кровать, меня переложили на кровать с малышкой, а муж все сумки тоже мне в ноги положил, и мы так вот уже приехали прямо на кровати. И меня уже здесь в палате переложили потом. И вот тоже, что в связи с тем, что потеря крови была, то есть я мало кушала, ну столько я долго времени, да, уже находилась в родах, скажем так, по процессе в этом, и мало воды пила, как мне потом сказали, и полежать немного в палате, я потом захотела в туалет, а мне сразу сказали медсестры, что сегодня там уход за ребенком мы перенимаем, и если ты собираешься в туалет, обязательно позови помощь. Мы тебя сопроводим, мы тебе там поможем подмыться, извиняюсь и так далее. И я такая думаю, как попросить, ну попросила мужа, я говорю, у меня тут, видите, да, номер небольшой, проведи меня. Я говорю, я сяду, делаю все свои дела, все будет окей, потому что после Николи, после родов с Николей я встала, и все было классно, без проблем. Сейчас секунду, наверное, мне надо будет отдать поднос с ужином, и я продолжу. И, кстати, вот так вот после родов я выгляжу второй день. Ну, в целом неплохо, но я себе польстила, я на выписку взяла джинсы, которые, думала, не налезут на меня. Так что, наверное, поеду в том, в чем приехала. Так, возвращаюсь к вам уже, поскольку 9 вечера, уже темно, пришлось включить вспышку, потому что малышка проснулась, потом мы пока пеленались, кушали, несколько раз покакали, опять кушали, потом малышка дремала, я что-то тоже предстремнула, и вот сейчас только поняла, что я не дозаписала вам развязку этой истории. Сходила на кухню, взяла горячий шоколад из автомата, и думаю, как раз таки сейчас быстренько завершу свой рассказ. Закончила, я, кажется, остановилась, кажется, на том, что я пошла в туалет без помощи медсестры, попросила просто Ванну меня так поддержать. Он меня посадил, и пошел к малышке, и я сижу на унитазе, и понимаю, что у меня просто темнеет в глазах, и у меня начинают дико вертолеты, и у меня начинают тошнить. Ну как, мне выходить нечего, просто ощущение тошноты. Я просто успела сказать, Ваня, мне плохо, и я помню, что в глазах потемнело, и дальше я уже прихожу в себя, когда меня просто Ваня на руках кладет в кровать. Он говорит, что ты пыталась встать, или ты встала, и тебя повело, но я этого уже не помню, потому что он мне говорил, не вставай. Вообще, я говорю, я, наверное, не в степе была. И, конечно, я от этого очень испугалась, от состояния меня первый раз, знаете, такое чувство, когда… Потому что у меня было первый раз такое чувство, когда ты, как бы не контролируешь свое состояние, не считая обьянения алкогольного. Может быть, если вдруг ты переборщил с алкоголем, а тут… Ну просто страшно. И потому что ты не понимаешь, что с тобой происходит. И после этого я боялась вообще встать с кровати, вот даже тупо на кровати сесть. И когда пришла медсестра, позже говорит, давай я сейчас тебе помогу… А, нет, прошу прощения. В общем, Ваня позже вызвал медсестру, или она сама уже пришла, потому что они тут, в принципе, каждые несколько часов нас проверяли. И меня после родов, и малышку, как мы чувствуем себя. И медсестра говорит, давай пойдем, я помогу тебе, посмотрим, как ты ходишь, как твое состояние. Вот. И я такая говорю, я боюсь, я потеряла сознание. Она такая, ой, почему вы не позвали нас, все дела. Вот. Ну, в общем, говорит, что надо было позвать. И она меня сопров... А, нет, я путаюсь. И она спросила меня там, кушала я или нет, давно ли я ела. В общем, она мне принесла еды. Она говорит, я не рассчитывала, что у меня будет еще одна роженица, но у меня, кажется, что-то еще осталось. Я принесу тебе. И принесла очень много там всего. И яблоко, и банан, и булочки, сок. Я боюсь сейчас запомнить. Ну, в общем, я на самом деле очень достаточно плотно поела. Там сыр, масло, что-то такое. Какие-то сэндвичи я себе сделала из этого всего. Слепила из того, что было. Ну, в общем, я хорошо поела. Потом она мне принесла какую-то жидкость. Поставила мне капельницу. Она полночи у меня на самом деле была. Вот так медленно капала. Большой состав такой. Крупный. Несколько, я думаю, литров. Может быть, ну, полтора-два литра. Вообще бывают такие. Не, наверное, литровые. Что-то я перебарщиваю. Но не суть. И капельницу я поела. Потому что принесли мне еще больше воды. Сказали, пей, пей, пей. Я говорю, боюсь пить. Я потому что захочу в туалет. А я боюсь идти в туалет. Ну, в общем, как-то все это, все эти процедуры помогли мне на самом деле прийти в себя. Потом она пришла через пару часов. Отключила мне от капельницы. Говорит, пойдем, я тебя сопровожу. Нужно. Покажу тебе, как можно там поднаться. Извиняюсь. Вот показала мне личку. По-моему, я уже ее показывала. Да, как она у нас выглядит. Вот. Помогла мне там поменять все эти прокладки, подкладки. Но на самом деле то, что здесь дают такие широкие, как бинты и одноразовые трусики, это не супер удобно. Удобнее все-таки вот взрослый памперс это надел и не паришься. Поэтому на выпуску, наверное, я надену такой памперс и не буду париться. Хотя сегодня уже, хотя второй день, меня вроде зашивали. Но сегодня прямо у меня очень мало крови идет. И, слава богу, извините за такие подробности, если кому-то неприятно. Но все-таки, я думаю, те, кто смотрят и интересуются родами девочки, наверное, эти детали кому-то нужны будут. Как вот к рюмне, я смотрела все. Мне было интересно освежить память, чтобы знать, что тебя ожидает. Вот. Ну и слава богу, в общем, стало мне лучше. И сейчас уже сегодня на второй день. Ну, получается, можно две ночи здесь переночевали. Сегодня будет третья ночь. Вот. Я уже чувствую себя отлично, малышка. Тем более. Все хорошо. Вот. Так что буду заканчивать, друзья. Завтра рано утром уже приедет муж. Боится пропустить вот этот последний осмотр. И перед выпиской, который такой финальный. Поэтому приедет рано. Потому что я ему говорила, что главврач с медсестрой всегда приходит вот в то время, когда приносят завтрак. Где-то в 7.30 приносят завтрак. И либо вот буквально за 10 минут до, как сказать, завтрака. До того, как принесли завтрак. Или минут 10-15 после они приходят. И говорят, какой план на день. Что сегодня у меня будет. Приблизительно какие анализы. Какие там что. У меня у малышки. И скорее всего, вот как муж сказал, что вот этот осмотр перед выпиской будет как раз таки рано утром. И он боится пропустить. Поэтому приедет. Сейчас он дома. Убирается. Готовится к нашему приезду. Всякие вот эти сиденья. Как бы автолюльку. Вот это все. Вот эти чехольчики стирает. Перед люлечкой. Короче, люлечки все и так далее. Все это я уже покажу вам дома. Что у нас там готово к приезду малышки. Мы вообще заранее не подготовились как-то. Потому что муж был у меня то 2 недели в Тайване. Он потом прилетел. Поработал чуть-чуть. И укатил в Мадрид на несколько дней тоже в командировку. Короче, он старался все свои рабочие дела закрыть. Прежде чем уйдет на месячный отпуск. Он взял 3 недели пока что. Он говорит, посмотрим. И потом если вдруг все будет идти хорошо, то он говорит, я вернусь на работу раньше. Потому что в принципе мне кажется, что сейчас малышка спит. Ее покормил, памперс поменял и она спит. И все. И единственное, наверное, мероприятие еще с ней погулять и вечером помыть. В принципе, я думаю, что я справлюсь. Просто интересно, конечно, как жить с двумя детьми обстоит. И Николь уже ждет свою бэйби. Мы уже сегодня созваниваемся опять с бабушкой, с которой она осталась. И она говорит, что все. Ей сказали, мама поехала за бэйби. Привезет тебе бэйбичку. Так что и она прям ждет. Сегодня, говорит, заходили к нам домой, что там какие-то вещи хотели взять. И тоже там, говорит, первым делом зашла мама, бэйби. Говорит, нет, мама еще не приехала. Она такая, а, окей. И ей не интересно уже стало. Пошли гулять с бабушкой. Вот. Поэтому жду завтрашнего дня старшей своей малышки. Все равно двухлетней, но старшей скучилась. И, конечно, жду, потому что интересно, как малышка ее встретит. Очень боюсь, что будет ревновать. Но там посмотрим. Ладно, я завершаю. И уже увидимся завтра на выписке. Все. Пока-пока. Доброе утро. Ну что, сегодня день выписки. Я взяла себе кофе. Сейчас позавтракаю. Малышка еще дрыхнет. Сейчас ждем. Скоро папа приедет. Погода на улице, конечно, просто оставляет желать лучшего. У нас такой вид из-за окна. Ну, в общем, дождик. Дождик. Хмуро, пасмурно. Что, посмотрим, что мне принесли на завтрак. Кофе я этот пить не буду. Взяла с автомата. Капучинку. Этот Ваня пусть попьет. Ну, крусанчик. Мясо. Камамбирчик. Мясо. Ой, масло. Варенье. Яблочко. И бананчик. Я позавтракала. Эмили проснулась. Что-то у нас там сегодня мы какаемся очень много. И не знаю. Я думаю, что-то я, может, не то съела вчера. Хотя тоже без понятия. Вроде все как бы в питании здесь все для кормящих мам. Не знаю. В общем, сейчас, так как у меня по страховке, у меня в страховку вот входит как раз-таки это личная комната. Это приватная страховка. То есть сами роды, питание, все вот, грубо говоря, вот эти там вещи для новорожденного, новорожденного. Это идет по обязательной страховке. А вот по приватной, то есть по дополнительной, у меня есть, получается, личный номер, личная комната. И также сюда идет осмотр шеф-врача. Ну, главного врача. Он, по идее, должен был на родах присутствовать. Но в случае, как бы, если он не присутствует, то присутствует имеющийся врач. И я рада. В принципе, была женщина как-то в таком неудобном положении. Как бы, не знаю. В общем, мама говорит, когда я рождалась, у меня тоже маму сопровождал мужчина-врач. Ну, не знаю. Даже сейчас, в общем, я спускалась к нему вниз. Он делал... Господи... Я не... Как это по-русски называется? Сейчас, момент. Просто тушите свет. А, все. Он делал УЗИ, значит, брюшной полости. Все проверил, все хорошо. Дальше проверили разрывы, который мне искал, что все отлично выглядит, все визуально аккуратно, все заживет. Сказал, не переживай, все будет красиво. Вот. Это, конечно, радует. Ну, и сказала там определенные вещи, что нельзя купаться, пока в бассейн ходить. Там тампонные. Предупредил, что кормление грудью не страхует от новой беременности. Ну, сказала, что принимает, что нужно мне будет железо и йод и едит какой-то или что-то такое. Он написал, в общем, мне витамины, какие можно, фемибион. Я, в принципе, пила и всю беременность фемибион и для кормления. Теперь тоже надо будет приобрести. И все. Сказал, что вы свободны, можете ехать домой. Сейчас приехали за Николь. Ваня, вернее, повез ее на последнее обследование, завершающееся к детскому врачу. И сейчас мы с вами пообедаем и мы будем собираться домой. Дома нас ждет Николь, бабушка, тетя, Ванина сестра. В общем, будут нас встречать. Мы хотим сделать, как мы Николь сказали, что мама поехала тебе за бебичкой. Бебичку мама тебе привезет. Вот она ждет бебичку. Поэтому мы дождемся, как она уснет. Вот. Она уснет и у бабушки. Они потом ее в колясочке привезут. Проснется она уже у нас дома. И как раз мы приедем. План такой, по крайней мере, у нас. Давайте покажу вам, что у нас сейчас на обед. Заключитель. И буду кушать. И потом, конечно же, пойду в душ. Буду собираться на выписку. Одежда, конечно, я не готова была. У нас дождь. Холодная такая погода. Но мы на машине. Поэтому, в принципе, быстренько прыгну в машину. Ничего страшного. Взяла джинсы. Я не знаю, почему я себе польстила. Я подумала, что я из роддома буду с такой же талией, как и, как бы, собственно говоря, как и была до. Я думаю, что я в эти джинсы даже не влезу. Поэтому придется надеть вот это платье-рубашку, в которую леопардово, в котором я приехала. Ну что, ладно. Давайте пообедаем. Посмотрим, что у нас тут. Так. Вот тут суп-пюре. Бананчик. Шоколадный какой-то десертик. Сок мне принесли тоже. И что у нас здесь? Так. Я так смотрю. Это рыбка с рисом и что-то еще. Овощи, наверное. СалатENT. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok